Добрый вечер! На канале Бук-ТВ большие итоговые новости в студии Виктория Гапутина. Неделя позади, самое время узнать о ключевых событиях, которые произошли в эти 7 дней. В итогах недели самое важное из того, о чем мы рассказывали, а также то, что осталось за кадром. Будем вместе разбираться в этих событиях, чтобы понять, что они значат для нас с вами. Главная тема сегодняшней программы. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Брестском горисполкоме прошло торжественное чествование женщин и вручены почетные награды многодетным матерям. Жить для детей. О сильной женщине, которая не понаслышке знает, что такое настоящий мамин труд. Телезнакомство с многодетной мамой, строгим и справедливым следователем и просто замечательной женщиной Ольгой Михайловой. Как прожить душа в душу 43 года и с каждым днем любить все сильнее? Как воспитать семерых детей и гордиться каждым? История любви, семьи и верности первой в Бресте матери-героини Ольги Ковалевич. Супербабушки спешат на помощь. Дарят любовь, нежность и заботу детям, которым все это просто необходимо. Бабушкин завтрак безопасности организовали краснокрестовцы. Социальные работники и правоохранители для ребят социально-педагогического центра. В эфире программа «Итоги недели» и сегодня мы говорим о празднике, который отмечает каждый человек. Потому что он касается всех нас. Это день матери. Мама – первый и самый главный учитель для своих детей. Она своей заботой и лаской учит их быть добрыми, отзывчивыми и справедливыми. Своим примером она показывает, как быть сильными и независимыми, одновременно сохраняя нежность и любовь в сердце. Она учит их чтить семейные ценности и силу взаимопонимания. За такую ответственную и нелегкую работу мамы мало простых наград. Но и их получать не менее приятно. В честь праздника Дня матери в Брестском горисполкоме глава города Сергей Лободинский вручил многодетным мамам ордена матерей. Прием в честь Дня матери в Брестском горисполкоме – событие традиционное и волнительное. Ведь поздравить многодетных мам и вручить им ордена матери – миссия крайне ответственная. Наверное, неспроста мы празднуем этот праздник, потому что, наверное, корнями он уходит глубоко в нашу историю. Покрова – это один из таких, наверное, значимых для православных праздников. А с другой стороны, наверное, это дание тому, что мать – это всегда какой-то оберег. Это, наверное, символ какой-то божественности, потому что, когда живая мама, всегда хочется, наверное, сказать самые теплые и добрые слова. Поэтому для нас, кроме этого, в рамках, так скажем, если переводить уже на государство, это некая традиционность в наших пониманиях семейных ценностей. То, что мы сегодня популяризируем, наверное, это подтверждает то, что мы все-таки сильны своими традициями и корнями. Поэтому, что хочется, чтобы побольше таких было семей, чтобы радовали дети. Ну, а то, что от нас зависит, мы будем делать – это сады, школы, садики, для того, чтобы комфортно и безопасно было растить и воспитывать наше молодое поколение. В этом году указом президента нашей страны Ордена Матери награждены 14 брещанок. Сатус Матери-Героини значит, что у каждой из них минимум пятеро детей. Слава благодарности и искренние поздравления мамам, красавицам адресовали глава города Сергей Лободинский, председатель Брестского городского совета депутатов Николай Красовский, главы районных администраций Александр Власовец и Андрей Филанович. Мы низко кланяемся матерям за ваш подвиг и общественный подвиг, который вы совершаете ежедневно, не только воспитывая детей, поднимая семьи вместе с мужьями, но и то, какой большой вклад вносит наша женщина в общество. Орден высокой награды, символизирующий постоянную заботу и любовь, которую мама дарит своим детям. Их пример должен послужить нам всем, направляющий звездой в стремлении стать лучше, сильнее и научить дарить безвозмездное и искреннее тепло ближнему. У нас пятеро деток, у нас четыре сыночка, одна дочка, вот она, вот, ну, как мы успеем, детки, это для нас, конечно, подарки, очень большие подарки от Бога, потому что они все разные. Знаете, мы живем все в одной семье, но это как дом какой-то большой, да, и каждому надо свой ключик, как в двери надо, так и детям. То есть, хотя они все в одной семье, от одного мамы и папы, но каждому надо свой ключик, каждому нужен подход, вот, и мама в это время с папой. И врач, и воспитатель, и домохозяйка, ну, все специальности, которые можно, это есть у мамы. У меня пятеро деток, все мальчики, так получилось, ждали девочку, но, увы, одни мальчики, мои защитники, мои герои. Старший ребенок ходит в седьмой класс, 12 лет, занимается гандболом профессионально, ходит в профильный класс. Второму ребенку 10, еще в четвертом классе, пока ищет себя, ничем не занимается, но собираемся, подумываем, отдать его на стрельбу спортивную. Третий ребенок у меня ходит во второй класс, в садик и еще один дома. Нам пока только два годика, еще мы дома. Каждый ребенок, я не знаю, вот эти вот детки, вот прижмешься к ним, мне кажется, вот этого высшего счастья нету. Я не знаю, вот мне, как матери, я очень счастлива, вот эти вот маленькие ручки, маленькие ножки целовать. И они вот обнимут, мама, я люблю тебя. Вот сейчас недавно, пошли мы со старшей дочкой, она говорит, мама, я тебе хочу купить сумочку. Я говорю, Машенька, ну давай только недорогую, а она стоит, и она хочет выбрать лучше. Она говорит, вот у меня мама 90 рублей, говорит, мне для тебя не жалко нисколько денег, а мне так жалко, чтобы все деньги отдаст для меня. Вот, я не знаю, я счастлива, и муж у меня замечательный, и как-то мы стараемся всегда вместе. Мы куда-то едем, вы сами, мы нет, мы с детьми, у нас, говорю, всегда мы с детками, мы без них никуда, вот, я не знаю. И вот они тоже с нами, и я вот всегда мечтаю, чтобы наша семья, вот для них детей, самое главное, это была семья. Чтобы они не где-то искали там утешения или подруг. Приятно, когда дочка говорит, мама, ты моя лучшая подруга. Вот этого я всегда хотела и хочу, чтобы вот я у детей была лучшая подруга. Им всегда было хорошо дома, и чтобы домой бежали. Сегодня в Бресте проживают 5200 многодетных семей. С начала года вручено уже порядка 450 удостоверений многодетной семьи. Василий Набуцкевич, Андрей Щерб, Александр Макаревич. Специально для программы «Итоги недели». Мамы – настоящие герои семейной жизни. Их доброта и преданность вдохновляют окружающих и их людей. Благодаря им родной дом становится местом, где каждый находит утешение и поддержку. Ольга Михайлова – мама с большой буквы. В себе она совмещает две противоположные роли – справедливого старшего следователя, Брестского межрайонного отдела Следственного комитета и мамы пятерых детей. Как всегда, быть готовым прийти на помощь ближнему, не оставляя без внимания самых родных и любимых. Историю из первых уст записала наш корреспондент Василина Буцкевич. Ольга Михайлова – настоящая героиня нашего времени. Она совмещает сложную ответственную работу следователя с воспитанием своих пятерых детей. Ее жизнь наполнена не только личными вызовами и трудностями. Старший следователь помогает брещанам найти справедливость и наказать виновника, совершившего против них преступление. У многих из нас, возможно, возникли бы проблемы с организацией времени. Но не у Ольги. Я вообще начинала свою работу следователем в Брестском РОВД, то есть еще в милиции, в 2003 году. В течение года я была просто госслужащим, то есть по вольному найму. Потом я прошла аттестацию, получила первые погоны, звание лейтенанта. Проходила первоначальную подготовку в Могилевском колледже милиции, еще тогда он был на тот момент. Ну и потом пришла уже в 2005 году, я уже пришла в звание лейтенанта на службу в Брестском РОВД. А впоследствии уже перешла в Следственный комитет на должность старшего следователя, ну где и сейчас прохожу работу. Ну, конечно, большой отрезок времени я находилась еще и в декретных отпусках в связи с рождением деток. Ну, в основном категории дел я вот вспоминала, я чем только не занималась, ну, наверное, убийство. Я только не расследовала за всю свою деятельность, а так, наверное, коснулась всех. Ольга всегда была предана службе и не ставит под сомнение выполнение своих профессиональных обязанностей. В этом маму следователи поддерживают и близкие. Ну, иногда им, конечно, очень тяжело от того, что мама пропадает на работе. Сыновья гордятся погонами тем, что мама иногда носит оружие, хвастаются. Ну, вообще, как бы помогают. Они очень переживают, что это не женская профессия, у меня такой довольно мягкий характер. Помощь. В основном это только помощь. На работе Ольга известна своей строгостью, ответственностью и педантичностью. Она квалифицированный специалист, который преданно служит правосудию. Коллеги отмечают, что старший следователь – человек твердых принципов, которые Ольга применяет при раскрытии каждого дела. Но также она и замечательная мама своих деток. Ольгу Геннадьевну я уже знаю на протяжении длительного периода времени. Могу охарактеризовать ее и в работе, и в семейном, как говорится, АЩГе только с положительной стороны. Она очень ответственно подходит к своей работе. Всегда выполняет те указания, которые даются руководством. Готова прийти на помощь своим коллегам, если необходимо. Выполняет все, подходит ответственно ко всему. И качественно выполняет работу. Кроме того, она также очень отличная и хорошая мама. Всегда уделяет своим детям внимания. Не оставляет никого без должного. И всегда оказывает непосильную помощь. Прежде всего скажу, что Ольга Геннадьевна у нас проходит службу, начиная с образования Следственного комитета, с 1 января 2012 года. Ну, один из самых опытных сотрудников уже в отделе. Целый майор юстиции, старший исследователь. Ольга Геннадьевна специализируется на расследовании преступлений против собственности. Но помимо того, что большой профессионал, большая умница, она еще и прекрасная мама. Мама пятерых детей. Конечно, прежде всего Ольга Геннадьевна посвятила свою жизнь воспитанию детей, своей семье. Но много времени посвящает и работе. Хорошо расследует уголовные дела. Сама по себе очень такой спокойный, грамотный человек, очень выдержанный человек. Наверное, наличие пяти детей само по себе уже сказалось и на сотрудники, и на ее самовоспитание. Очень хорошо общается с коллегами, с руководителями, с нашими гражданами. Могу сказать только, наверное, самые положительные слова и пожелать Ольге Геннадьевне успехов прежде всего в семье. Когда Ольга приходит домой, она снимает Китили, становится доброй, чуткой и ответственной мамой пятерых деток – Маши, Саши, Василисы, Леши и Вовы. И наша героиня не сомневается, что большая семья – это ее личное женское счастье. Я всегда хотела даже не двух детей, просто потому что я сама одна в семье. И мне, честно говоря, особенно от детства, мне было очень скучно. А просто когда уже было двое детей, ты видишь, как они общаются, видишь их взаимоотношения, ты понимаешь, что много детей – это классно, им весело. Ты понимаешь, что когда они вырастут, они будут не одни, у них будет поддержка, они всегда будут… И когда их больше, они сплоченнее друг с другом, потому что даже когда их двое, у них может быть какое-то соперничество. Когда их больше, у них уже это соперничество, оно уже не так вообще заметно. И как-то, не знаю, вот пятая девочка, конечно, вообще получилась так очень случайно, но она должна была быть. Это такой просто, ну, лучик такой, она такая очень интересная. Ну, как-то она так вот само собой, по мере того, что хотели деток, и вот так получилось. Дети Ольги всегда знают, что найдут рядом с ней поддержку и заботу. Она всегда готова решить их проблемы, помочь со школьными заданиями или просто посидеть рядом, выслушать или поиграть. Хорошая, красивая, добрая, умная, очень трудолюбивая, помогает с уроками всегда, воспитывает хорошо. Главная опора и поддержка для Ольги – ее муж Дмитрий. Он действительно глава семьи, за плечами которого хрупкая любимая женщина чувствует себя, как за каменной стеной. У мужа есть просто свои обязанности, то есть те, которые они уже как бы отведены, он знает, что… Поэтому у каждого есть просто своя роль, у каждого есть свои обязанности. У нас у каждого ребенка есть каждый день кто-то дежурный по стране, как мы говорим. То есть тогда самое главное он, у него есть тоже определенный круг обязанностей, и он руководит уже всем тут то, что как бы где-то на него звонят, через него все спрашивают, через него контролируют, то есть он ответственный. С работы ждем все, дети сразу бегут обниматься, разумеется, потому что сейчас работа, работы много, приходит Оля не раньше семи, поэтому все ждут с нетерпением. Хорошая, добрая, иногда даже слишком, поэтому папа компенсирует какой-то строгости. Ольга Михайлова воплощение силы, справедливости, доброты и женской мудрости. На своем примере она доказывает, что можно смело браться сразу за несколько ролей или задач. И она справляется с обеими с таким мастерством, что заслуживает только восхищения и уважения. Василина Буцкевич, Андрей Щерба, Александр Макаревич. Итоги недели. Все прекрасное в человеке. От лучей солнца и от молока матери. Вот что насыщает нас любовью к жизни, писал Максим Горький. В нашем городе живет замечательная мама, Ольга Ковалевич, воспитавшая семерых любимых деток. Ольга Васильевна стала одной из первых женщин в нашем городе, которую наградили орденом матери. Это было в 1996 году. Сейчас ей 63 года, и она уже давно приглядывает за семью внуками. Как прожить душа в душу 43 года и с каждым днем любить все сильнее. Об этом в сюжете Василина Буцкевич. Стать мамой один раз – это подвиг. Стать мамой целых семь раз – это героизм. В честь праздника Дня Матери глава администрации Московского района Бреста Андрей Филанович пришел в гости к Ольге Васильевне Ковалевич, чтобы поздравить и подарить подарки. Кстати, Ольга Васильевна получила свой орден матери в 1996 году и была одной из первых брещанок, получивших почетную награду. В преддверии праздника День Матери вместе с ветеранской организацией Московского района города Бреста приехали поздравить Ольгу Васильевну, которая родила и достойно воспитала семерых детей. Я является уже пенсионером. И у нас появилось такое желание именно тоже поздравить с наступающего Днем Матери, пожелать здоровья, сказать спасибо, конечно, за то достойное, скажем, воспитание семерых детей. У нас сегодня на территории Московского района города Бреста проживает 3776 многодетных семей. Из них, вот я взял так статистику, посмотрел еще раз, да, у нас есть одна семья, в которой воспитывается 11 детей, две семьи, в которых воспитывается 10 детей и три семьи, в которых воспитывается 9 детей. Мягкость и доброта – главные черты этой поразительной женщины. Она никогда не теряла терпения и всегда готова помочь каждому из своих детей. Хотя они взрослые и уже сами имеют свои семьи, близкие всегда могут обратиться к ней за поддержкой и советом. Софик, как говорят, да, добойщик. Второй работает в городе по оформлению, когда вот праздники, он сцены ставит, там флаги эти вешает, там все. Третий работает на санте. Четвертый – возит врача в Страдичах, в деревне. Пятый – ой, что-то я запутала. Не нервничайте. А, точно, третьего забыла. Антон, у меня оконченный институт, работает по холодильникам, по оборудованию. Обслуживание холодильного оборудования, да? Инженер по какому-то там оборудованию, да. А Даша у меня медсестра вот в этой новой поликлинике, а Миша жил в строй. В Брестском строителе, да? Нет, он в строителе, он ремонтирует машины, их там красит, следствия, да. А внука сколько? Семеро. Ольга Васильевна родилась в Брестском районе в деревне Знаменка. После окончания школы отучилась на повара. С мужем познакомилась благодаря работе. Леонид – брат ее коллеги. Его сестра работала вместе со мной поваром. И она выходила замуж и нас пригласила. Она жила в Пружанском районе. И мы поехали туда на свадьбу. А там как раз муж пришел с армии. У них 1 января была свадьба. И вот он пришел с армии. И мы там познакомились. Потом после свадьбы разъехались и все это. И он, правда, меня еще спросил адрес. Но я ему вот так, как вам сказала. И все, и уехали мы. Поразъезжались. Вот. А потом через некоторое время приходит мне письмо с Санкт-Петербурга. Я там никого не знаю. Думаю, кто это мне написал. А оказывается, это муж написал. Он там работал. После армии пришел. Их там в армии, наверное, говорили, что можно пойти туда работать. И он поехал туда работать. И уже приехал. Это там работал. Написал мне письмо, что вот я там работаю. Потом пишет, что в отпуск придет. И давай встретимся. И вот мы встретились. Три дня были на свадьбе. Встретились и поженились. Свадьбу играли, как положено, два дня. Первый в знаменке, второй у мужа на пружанщине. И с тех пор живут вместе вот уже 43 года душа в душу. Ну, я скажу, что жизнь, она сама собой доказывает, во-первых. Когда люди вместе живут, они в одном духе, в одном понятии таком. Вместе растят детей. Но уже говорят о том, что в этих отношениях мужа и жены. И, конечно, я благодарен Богу, что дал такую жену. Ну, как раньше понимал, что любовь с первого взгляда. А сейчас вижу, что это судьба такая есть. И поэтому написано в Писании даже «Судьба человека до Господа». Есть такое место. И я вижу, что все это исполняется. И, конечно, вот Бог дал такую жену. Живем радуйся. И, конечно, сейчас можно сказать, что я люблю. Воспитание семерых детей – огромный труд. Каждый ребенок требует внимания, понимания и заботы. Ольга Васильевна смогла передать и развить в каждом из своих детей таланты и качества, которые помогли им стать сильными и независимыми людьми. А силой терпения Чита Ковалевич ищет созерцания и Боги. У нас было двое детей. Мы познали Бога. Стали верующие. И после этого еще пятеро родилось у нас детей. У нас бабушка с дедушкой были верующие. Вот и мы познали Бога. И уже тогда мы не планировали детей. Сколько Бог дал, столько дал. Все мальчики были. Одна девочка. Бог сказал, дам помощницу в жизни. Дал мне помощницу в жизни. Мать-героиня – это не просто слова. Это образ жизни. Ее доброта и мягкость, сила и сила духа – все это делает ее настоящим примером для всех нас. История Ольги Васильевны – это история семейных ценностей, верности, преданности и настоящей любви. Василий Напускевич, Андрей Щерба, Александр Макаревич, Новости Бреста. Неделя родительской любви проходит по всей стране с 14 по 21 октября. Она посвящена стараниям каждого родителя, их поддержке и той любви, которую они вкладывают в воспитание своих детей. К сожалению, не всем ребятам получается прочувствовать тепло и ласку близких. И тогда на помощь приходят добрые и отзывчивые брещане. Так, в социально-педагогическом центре города Бреста прошла акция «Бабушкин завтрак безопасности» при участии Брестской городской организации Белорусского Красного Креста, Территориального центра социального обслуживания населения Ленинского района и ГАИ УВД Брестского облсполкома. Как казалось бы, посторонний человек может стать родным. И кто такие супербабушки? Расскажем в следующем сюжете. Проект «Супербабушка» реализуется с мая этого года при финансовой поддержке Брестской городской организации Белорусского Красного Креста. Реализует его волонтерский отряд «Дружба» Института третьего возраста Территориального центра социального обслуживания населения Ленинского района. Его цель проста – помочь 30 воспитанникам социально-педагогического центра адаптироваться к новым условиям жизни, показать достойный пример и стать жизненной опорой, а также просто, как и всем внукам, подарить тепло и ласку пусть и не родных, но уже таких своих бабушек. Ежегодно Белорусский Красный Крест объявляет конкурс на лучшую мини-инициативу волонтерскую. И в этом году мы поддержали три волонтерские инициативы. И одна из них – «Супербабушка» – очень классный мини-проект, реализуется именно в социальном приюте. Это волонтерская группа института третьего возраста ТЦСОНа Ленинского района. Значит, они приходят сюда к деткам каждую среду и проводят с ними, ну, в общем, дарят свое тепло, ласку, любовь. Играют, готовят домашние задания, развлекают, организовывают всякие игры. Ну, в общем, это очень, я считаю, нужный такой проект. Каждую среду 10 супербабушек навещают детей в социально-педагогическом центре. Они играют с ними, сопровождают их во время прогулок на свежем воздухе, беседуют на разные темы, рисуют и читают. В свой нынешний визит героини без плащей организовали акцию «Бабушкин завтрак безопасности», приуроченную неделю родительской любви. С помощью сотрудников Департамента охраны для ребят провели мастер-класс со служебной собакой. А сотрудники ГАИ провели урок по безопасному поведению на дороге и подарили тематическую посуду. В преддверии Дня матери сотрудники Госавтоинспекции совместно с отделением охраны и объединением Белорусского общества Красного Креста решили провести особенное мероприятие в детском приюте, чтобы уделить особое внимание и заботу деткам в преддверии такого теплого дня. В рамках этого мероприятия сотрудниками ГАИ был подарен набор детской посуды по правилам дорожного движения. Основные принципы идеи подарка состояли в том, чтобы детская посуда в очередной раз напоминала ребятам о безопасности. Но самый желанный подарок приготовили, конечно же, бабушки. Вооружившись своей суперсилой, кулинарным талантом, они приготовили для своих подопечных самые вкусные пироги. Постоянно приходим в среду. Здесь дети разного возраста, которые лишены родительских прав, или еще не лишены, а ограничены, у которых у многих есть и мамы, и папы, их нельзя усыновить. Но в то же время у них нет какой-то доброты в сердце. И мы решили, что мы можем поделиться этим, так как имеем большой опыт. Наши дети уже выросли, внуки у нас тоже большие, а хочется с кем-то поделиться теплотой души. Супер бабушки не только окружают деток заботой и дарят хорошее настроение. С начала мучивного года они помогают в подготовке домашних заданий, ведь многие из них имеют педагогическое образование и опыт работы в этой сфере. Совместная работа сплочает внуков и бабушек. Они начинают дружить, общаться, готовить сюрпризы, чувствовать душевное тепло. Только внуки не замечают, как украдкой, смахнув слезу, супер бабушки загадывают желание, чтобы обстановка у них дома наладилась и каждый ребенок вновь обрел полноценную семью. Я бы хотела обратиться к родителям, у которых забрали этих детей, чтобы они образумились, чтобы они исправили себя, потому что говорят, как ребенка не воспитывай, а он будет похож на тебя, поэтому прежде всего надо работать над собой, какой ты, становиться лучше. И действительно, вот это все душевное свое, все, что ты можешь подарить, ты должен отдать своим детям, иначе... Это просто грех, что у тебя забирают детей, потому что ты не достоин быть родителями. Так не должно быть, это неправильно. Поэтому люди, у кого забрали деток, одумайтесь, пока не поздно, и вам вернут ваших деток. Это же ваше сокровище, это ваше самое ценное богатство. Как для ребеночка родителей богатство, потому что и вся дальнейшая жизнь зависит от того, что они в него вложат. Так и детки, это же самое ценное богатство. Каждый человек должен быть любим и счастлив. Да, хочется закончить словами. Говорят, для чего нам золото, серебро, каменья эти? Все ничтожно. Всех на свете драгоценней сердцу детей. Василина Буцкевич, Дмитрий Литвинюк, Александр Макаревич, Новости Бреста. Как напоминание о лете, в выставочном зале на Советско открылся чудесный вернисаж. «Вместе под солнцем» название первой персональной выставки самодеятельного художника Марины Волковой. Как нельзя лучше отображает тандем всего живого на планете. Выставка радует и вдохновляет зрителей на путешествия и осознание того, что мир прекрасен. В экспозиции представлены живописные работы, выполненные автором под влиянием собственных впечатлений от увиденного. Давайте и мы впечатлимся творчеством талантливого мастера. Вы когда-нибудь были в Индии? А в Африке? Если нет, тогда вам обязательно нужно посетить выставку «Вместе под солнцем». Художница Марины Волковой. Буйство красок, удивительно реалистичное изображение животных, умилительные лица африканских деток, восточных красавиц. Не забыла художница и про нашу синёкую Беларусь. Часть картин посвящена любимой стране. В экспозиции представлено 21 произведение. Здесь представлены картины, во-первых, Беларуси, моей любимой. Во-вторых, есть картины Карпаты, в которых я когда-то родилась. Серия индийских работ, она состоит из пяти картин. Это, конечно, нарисованы на пленэре в Индии. Потом я их дорисовывала, ориентируясь на воспоминания и на фото. Какие-то картины комбинированы. В общем, индийская серия – это полностью все мои авторские работы. Плюс мои родители когда-то долгое время жили в Африке. И для меня эта тема тоже очень близка. Родителей, к сожалению, уже нет в живых. И в память, так сказать, о них у меня есть африканская серия, которую я очень-очень люблю. Это первая персональная выставка автора. Хотя любовь к живописи у Марины Волковой с самого детства. Поздравить и поддержать дорогую маму, жену и подругу пришли родные, близкие и друзья Марины. Она и раньше рисовала, показывала детские рисунки. Конечно, не настолько профессиональные, как сейчас, но тоже очень интересные. Но такого фурора я не ожидал, что у нее будут получаться такие полотна, которые мы можем видеть сейчас. Честно говоря, она долго это держала в себе, очевидно, внутренне готовилась к этому. И вот, когда это все вышло на полотна, я просто был очень удивлен, поражен и восхищен ее талантом. Я знаю Марину очень давно. Знаю ее с другой стороны, в других качествах и в других апостасиях. Для меня откровение, что она пишет картины. Ее муж прислал мне приглашение. Для меня это было просто удивительно. Я из любопытства, не зная, что у нее есть такая грань таланта, вот сегодня пришла. Я удивлена очень, шокирована просто. Вам нравится? Очень, очень нравится. Во-первых, так реалистично, так ярко. Для меня неожиданно вообще. Я просто в шоке. Я рисую кисточками, пальцами, чуть ли не локтями. Так описала свою технику виновница торжества. Красота человека, мир природы, которые не оставили ее равнодушны, вылились яркими, неповторимыми мазками на холстах. И название выставки «Мести под солнцем» как нельзя лучше отображает тандем всего живого на планете. Я люблю радостные цвета. Я не люблю монохром какой-то. У меня крайне мало монохромных картин. Я люблю ярко. Я считаю, что жизнь вообще, она должна радовать. Она должна быть яркой. Она должна быть полна смены ярких-ярких событий. Знаете, как говорят, что счастлив тот человек, который не достиг края радуги. Вот я бегу к этому краю радуги и стараюсь наслаждаться моментом рисования картины, моментом каждого дня, независимо от погоды. Я очень рада, что Маринка раскрыла в себе такие таланты, потому что дружим мы уже давно. Все картины, которые нарисованы Мариной, мы там бывали в этих местах. Поэтому нам очень приятно смотреть, как будто мы там побывали еще раз. Если вы пропустили открытие выставки, не расстраивайтесь. Познакомиться с этим великолепием вы сможете до 27 октября посетив Малый выставочный зал Брестского областного общественно-культурного центра. Это были итоги недели, у которых, как всегда, свои герои и свое видение происходящих событий. Жизнь всегда проще, когда понимаешь, как и что происходит. Ну а мне остается только добавить, это было ваше телевидение, семейный канал Бук ТВ. Подведем итоги ровно через неделю. Я, Виктория Гапутина, говорю вам до встречи и, как всегда, желаю, чтобы новости в ваших домах были только добрыми. Субтитры создавал DimaTorzok